Вот сегодня вы видели, как выступали друзья, выступали родственники, выступали уважаемые художники, выступали внуки. В чем заключается человеческая жизнь? В том, чтобы тебя помнили, вот так создан был дядь Борис. Если вы слушаете нашу Рабае, историю нашей родословной, из Соке Хану Би, покойных дядь Бурхо, которые создали прекрасную семью, где родились трое прекрасных сыновей, было их шестеро, но трое вот здесь. Вы видели вот это видео. Такой был дядь Борис. История говорит о том, что как воспитали этих сыновей. Девочек в этом доме не было. Не было. А по Бурхо, Мирзон, 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 Мирзон. И вот что получилось. Вы посмотрите, как продолжение следует и как родители учили своих детей. А внуки сегодня смотрят и говорят, вот это настоящие бабушки и дедушки. Вы знаете, в чем отличительная черта нас, бухгалки евреев? Я говорю это сегодня американцам, которые мы в Америку приехали. Да давно и день. О чем вы говорите, друзья, мы сегодня собираемся. Вот посмотрите, как прожили тетя Лютия Рахматкина. Это моя учительница была. И дядь Борис. Они поженились. А, вы что там, был шикарный дом, что ли? Нам были там комнаты. По одной комнате накачивая. Не шикарный условий. Туалет в армян. Все это было как у всех дома в Самарканде. Но как они жили? Как они почитали дядь Борис, которому, как говорится, одному из сыновей приходил удар. Родительский. Я говорю своим клиентам, американцам, я говорю, у нас вот такая традиция. Кто-то из детей остается один, чтобы жил со своими родителями. Кто это сделал? Дядь Борис. Казалось бы, этот удар должен был прийти на дядь Сашу. Чего он поднимал? Почему-то его оставили в доме, сказали, дядь Борис. Потому что покойная тетя Бурхо выбирала, если вы посмотрите, это умная, умнейшая женщина. И он должен бегать в михариндонде. А мы родственники. И вот она приехала, михарис наш. И дядь Борис, действительно, это была правая рука. Вот я сейчас своему твоему брату говорил. Он на самом деле в доме работал. Я говорю, прием, дядя Борису приносили, посмотрите. Глупо. Где вы были тогда? Чтобы всегда я тебе учил меча, дядя Борис. Приносили, какого качества бруля? А по Бурхо, профессор, главный замедитель, это был дядя Борис. Но дядя Борис вместе с тетей Людей, они содержали, друзья, содержали, какая пенсия там была. По пенсии другое, я помню, моему дедушке и бабушке добавили. Мои родители тоже жили с бабушкой и дедушкой. Вот сегодня Миша, Яша и Маргарита, они ценят бабушку и дедушку, которые дали такое воспитание. Вот им, внукам, и каждый из внуков, которые приходили к ним домой, дядя Сашины дети, дядя Рафика дети, все они приходили гурьбой, этот дом был гостеприимный. Я приходил туда, бегал, разматривал дядя Бухай, дом был там, дядя Юра здесь сидит, вот двоюродный брат моего отца. Вот это полная мишкуха, где собирались в одной улице Макаля, и рядышком была наша баня. Друзья, мало того, вот что значит, какой пример давали вот эти родители. Вот посмотрите, дядя Борис и потом эта дютя, а там придастся к тете Бурхову. Она ведь приехала сюда, в Америку? Все гурьбой приехали? Друзья, как они жили? Вот сейчас, вот сказали внуки, вот дядя Борис переживал, вот сейчас внук ее сын стал, я говорю, как дядя Борис без нести шесть, шесть детек уже Маргарита не было. Они ведь жили в одном доме, дядя Бориса никуда не оставили, потом тут люди, как 17 лет назад у него. Но как они себя держали? Они вместе жили одной семьей. О чем это говорит? Дядя Борис, это была цепь, буквально цепочка вот так крутилась поверху, и Маргарита с Мишей, я же, каждый вносил свою ветру, папа был там. И вы знаете, в чем заключалось? В том, что ум, блядь Борисов, я помню, я никогда не помню, я говорил на похоронах, я никогда в жизни не видел, чтобы этот человек вообще на кого-то голос помещал. Ну, никого не обманывал. Енок Санава, он его как внук сказал, никого никогда не обманывал. Он говорит, можешь, делай, не можешь, не делай. И, друзья, я не хочу долго говорить, я хочу прочитать одно секретное время, посвятить ему, это посвящается тем, кто уже сегодня из этой жизни. А слушайте, друзья, они, как правило, уходят, не прощаясь. Не прощитав своих последних слов, возможно, в дальний путь не забираясь, в ту дальнюю дорогу грезь и снов. И еще вчера они нам мило улыбались, глаза их излучали яркий свет, и, как всегда, нас в гости дожидаясь, мечтали дать свои дружеские советы. Они, как все мы, очень жить хотели, и каждый миг им радость приносил. Все, что хотели сделать, не успели. У них еще так много было сил. В какой-то миг все оборолось, и кто-то свыше указал свой срок. Душа в смятении заметалась, что мы не успели нам сказать и пару слов. Пускай они не с нами, мы их любим, и вспоминаем радостные дни, и наше сердце никогда их не забудет, как будто где-то оглядышком они. Спасибо, друзья. Я попрошу нашего Рогая, я очень...